Знаете, о любви много говорят, пишут. На Амазоне 150 тысяч книг о браке. Когда вы вбиваете в Амазон книгу о браке, 150 тысяч книг. И 200 тысяч книг об интиме. 200 тысяч книг. Когда человек вбивает в Амазон и ищет эти книги, в самом-самом низу есть такая опция. Sponsored links. Кто знает, о чем я говорю? То есть, если ты делаешь какой-то поиск, то сразу по поиску Google тебе подгружает спонсоры, которые хотят тебе что-то продать. Вот когда ты вбиваешь в Амазон книгу о браке, внизу Sponsored Links выбивают телефоны адвокатов, как быстро и легко развестись. Когда вбиваешь книгу об интиме, внизу Sponsored Links появляется депрессия, зависимость, как выйти из депрессии, как разрушить зависимость. Интересно. Правда? Сегодня очень важная тема, о которой мы с вами говорим. И первая вот проповедь о любви, которую Оля говорила, и вторая, которую буду говорить я, она может быть не такая романтичная, как была у Оли, но не менее важная проповедь. Я ее даже не знал, как назвать, думал долго, как ее назвать, и в конечном итоге ее назвал таким образом. «Это может разорвать человека». Бог сотворил человека. Каждый орган в нашем теле. Мужчину Он сотворил со своими органами, членами тела. Женщину Он сотворил со своими органами и членами тела. Это Бог сотворил. Бог все сотворил прекрасно. Но мало того, что Он сотворил человека, Он продумал жизнь, как человек будет жить, размножаться, интим, Он все продумал. Кроме всего этого, Он сказал, в бытие написано, что и вложил еще Бог в результате греха, Он вложил в человека влечение. 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 И первая моя мысль короткой проповеди заключена в том, что в каждом человеке есть сегодня сексуальное влечение и страсть. В каждом человеке. И это было вложено самим Богом. И интересно, что вот это влечение, которое есть в каждом человеке, оно может поднимать человека на героические поступки. Писать песни, достигать больших высот. Это влечение. Добиваться, разбиваться, бежать, кричать. И также это влечение, оно может настолько подвигать, как героическим поступкам, столько и разорвать человека, привести его в жизнь, в очень большую борьбу. И что самое интересное, что абсолютно каждый человек, который сидит здесь, он понимает, о чем я говорю. потому что это борьба, это проповедь, и это борьба, она есть абсолютно у каждого человека. Потому что Бог так сделал, что в каждом из нас есть это. Интересно это то, что Бог так продумал все внутри нас. Бог вложил в нас страсть, как я сказал, Бог вложил, в нас создал наши органы тела таким образом, это не был план дьявола, это не был план сатаны. Это не сатана сказал, ага, сделай его мужчину вот таким, а женщину таким, чтобы я мог искушать их влечением страстью. Сделай, чтобы он всю жизнь боролся. Сделай так, чтобы я знал, как к нему подходить, чтобы я знал, как его жизнь превратить в кошмар. Это не говорил дьявол, это не сотворил дьявол, это сотворил Бог. Вторая мысль моей проповеди это то, что закон благословения и проклятия, он напрямую связан с сексуальным влечением. Он напрямую связан. Однажды Бог говорил к Израилю во второзаконе, он говорил, если кто ляжет ляжет и перечислял с кем? С человеком, который не является его супруг. Он сказал, будет проклят. Он сказал, если даже кто-то ляжет, будет спать не со своей супругой, его нужно либо побить камнями, либо сожечь огнем. Это говорил Бог. И Он сказал, что благословение и проклятие зависит от того, как человек справляется с этой страстью, этим желанием внутри себя. Третья моя мысль это то, что интересно, когда я размышлял об этом, я увидел, что будущее человека, будущее, будущее человека зависит от того, как он справляется с этим половым влечением в своей жизни. Будущее человека зависит. Помните тот момент, когда Бог сказал Аврааму, Авраам, я хочу тебя благословить? Кто из вас помнит эту историю? Бог ему говорит, Авраам, я хочу тебя благословить. Я представляю, Авраам такой, yes, hallelujah, меня хочет Бог благословить. Потом он дальше говорит, Авраам, я хочу с тобой заключить завет. Я представляю, он, наверное, подпрыгнул до потолка, начал петь песни про славление и просто радостно говорил, Господь, благословляй, давай заключим завет с тобой. Я хочу, чтобы ты благословил и все потомства мои. Хочу. Благослови. И потом ему Бог говорит, ты уверен, что я хочу тебя благословить? Он говорит, да, хорошо, иди бери нож. Он себе, наверное, подумал, ну, сейчас будем жертву приносить, наверное, какого-то овцу будем резать. Говорит, Господь, будем овцу резать? Бог говорит, не, не овцу будем резать. Барана будем резать? Не, не барана будем резать. Кого будем резать? Ну, ты неси, давай сейчас вместе поговорим об этом. Откройте, пожалуйста, Бытие, 17 главу, и давайте вместе с вами прочитаем эту историю. Бытие, 17 глава. открывайте ваши Библии, и мы с вами об этом сейчас прочитаем. Это тема, о которой не очень удобно говорить, не очень удобно проповедовать, но которая очень четко и ясно описана в Библии, и с которой связывал Бог историю всего Израиля, об этом он очень много говорил, и об этом очень много написано и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, поэтому мы сегодня с вами на День Влюбленных говорим, как быть влюбленными. Итак, 17 глава, 4 стиха написаны такие слова. Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и ты, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народа. Представляешь, да, Бог сказал ему, я представляю, Авраам такой, yes, Господи, я буду, и дальше он говорит, и весьма, весьма размножу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произведут тебя. Представь, Бог бы тебе сказал, что бы ты подумал, ты бы сказал, господь, что для этого нужно? Дальше он говорит, и поставлю завет мой между мною и тобой, между потомками твоими, после тебя в роды их, завет вечный, в том, что я буду Богом твоим, и потомков твоих после тебя, и дам тебе, и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь всю землю хананскую во владение вечное, ибо и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, между потомком твоим после тебя. И дальше он говорит, ты готов к завету, а ты готов к тому, чтобы благословенно была твоя жизнь, твоя семья, и от тебя произошли цари. Да, Бог готов, в чем этот завет? В чем этот завет? И вот он говорит, да будет у вас обрезан весь мужской пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сия будет знамение между мною и вами. Бог сказал, в этом будет заключаться завет. Вот если ты пойдешь на этот завет, будет дальше все хорошо. Я благословлю тебя. А теперь представьте, я себе размышляю об этом, думаю, Бог ему говорит, нужно обрезание сделать. До этого он, наверное, никогда не слышал. Я себе представляю, если бы Бог сказал, это мы уже с вами слышали, мы верующие, мы знаем, мы Библию читали, мы понимаем многие вещи, потому что мы знаем, мы слышали об этом много раз, потому что Библия читали. Представьте, Авраам никогда не слушал, не слышал этого, не знал этого. Представьте, человек, который вообще не знал об обрезании, ему Бог говорит, сейчас будем обрезать. Он сначала подумал, ну палец, чтобы видно было, завет, да? Он говорит, не, не палец. Ну ладно, ухо, чтобы слышать, да, может. Не, не ухо. Может, нос, чтобы не лез в каждую дырку. Нет, не нос. И он говорит, что благословение зависит от того, как ты будешь справляться с внутренней похотью твоей. Он его посадил, я себе так представляю, Бог посадил его. И, наверное, говорил ему, наверное, объяснял ему принципы верности. Он говорит, вот будешь верный? Верный. Верный себе, своей жене. Верный будешь? Я благословлю тебя. Он ему объяснял принципы чистоты, святости, благословения. Он говорит, вот в чем твоя верность. Справишься ты с этим, что внутри тебя, которое есть от создания. Там есть. Там есть это влечение. Там есть в каждом человеке. Но если справишься, если сможешь совладать, разобраться, усмирить, успокоить, будешь благословен. Сегодня моя мысль в том, что сегодня Бог этот принцип оставляет для всех нас. Будущее благословение человека зависит от того, как человек справляется со страстью, которая есть внутри его. Аврааму было 99 лет, когда ему Бог это проговорил. Авраам обрезал себя, обрезал всех своих детей в то время. Это не было легкое дело. Это было много боли. Это много было крика. Кто-то сегодня говорит, знаешь, Бог милости, все так хорошо, все хорошо. А он говорит, нет. Есть момент обрезания, который причинит тебе очень много боли и страдания. И если это боль и страдания, она сможет заглушить внутреннюю твою страсть, или сможет ее направить в правильном направлении, тогда в твоей жизни есть шанс иметь мое Божье благословение. Я думаю, что каждый из нас понимает об этой борьбе. И каждый, кто проходит эту борьбу, ты понимаешь, что это нелегко. Это нелегко. Это тяжело. Но кто сказал, что в жизни будет все легко? Кто сказал, что будет все легко? Нет. Любое испытание, оно тяжелое. Любое испытание, оно тяжелое. Там много слез, страдания. И Бог говорит, если вы, вы народ, я вас могу распространить, сделать благословенными. Тебя и в тебе благословятся все потомки земли. Я готов через много поколений благословить тебя. Если ты справишься, Авраам, с вот этой внутренней твоей борьбой, если только справишься, я благословлю тебя и размножу, и царей от тебя произведу. Слышите, да? Такой простой принцип, но который Бог об этом говорит. В Колоссяном, во 2 главе, 17 стихом написаны такие слова. В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. В Галатам, в 5, 24 написано, но те, которые Христовы, распили плоть со страстями и похотями. Что сделали? Повтори это слово. Распили. Как вы думаете, это легко? Распить. Убить, умертвить. Он говорит, те, кто Христовы. Те, кто Христовы. Они научились убивать, убивать желания, плотские, страсть и похоть. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться. Друг друга раздражать, друг другу завидовать. Последняя мысль в моей проповеди, это то, что интересно, когда Бог сотворил человека, четвертая мысль, то, что Он сказал, нехорошо быть человеку одному. Правда? Когда Он сказал, нехорошо быть человеку одному, это во всех сферах этого смысла. Нехорошо быть человеку одному. Вы знаете, что когда человек остается один, в голову может приходить столько много всего. Однажды Давид остался один. Он не пошел на войну. Он остался один, и потом вечером он пошел прогуливаться. Просто один пошел прогуляться. И вдруг он увидел красивая девушка, моется. И он не смог совладать с этой похотью и страстью. Он остался один, не смог совладать. Он увидел, посмотрел. Когда он увидел, посмотрел, вдруг что-то начало происходить, гормоны внутри его начали работать. Подыматься, кровь внутри начала бурлить. И в конечном итоге он сказал, приведите. Привели. Согрешил. Бог потом через пророка обращался к нему, он говорит, ну вот ты согрешил. Я тебе, из-за того, что ты так сильно, много, горько каешься, я тебя прощу. Но! Смотрите последствия в жизни Давида. Первое. Это то, что ребенок, который умер, у него смерть ребенка, ребенок, который родился у него, он умер. Представь, отец, у которого умирает ребенок. Я знаю, есть здесь некоторые люди, у которых, которые потеряли ребенка, он умер. Он умер. Как они рассказывают, сколько это было? Горе, боли, слез. Он теряет. Я представляю, сколько горя, слез, он переживает, он думает, Бог, зачем? Вот та ночь, даже не ночь, наверное, час. И теперь столько слез, столько боря, смерть ребенка. Дальше. Его дети, его сын и дочь, его сын, Амнон, обесчестил его дочь, Фомарь. И когда он узнал, он опять, Боже, что это за такое? Почему? И потом где-то внутри он слышит, посев, ты посеял. В следующем поколении это вылезло. Боже, ну как так? И он слышит, это за то. Вот за то. Вот остался один, посмотрел. Не совладал со своими гормонами, силой своей, вот внутри. Дальше. Сыновья между собою начали ссориться. Ненависть между его родными детьми. Ненависть. Ненависть, которая длилась годами. Библия, когда вы читаете внимательно, там ненависть годами. Они ненавидели друг друга. Я представляю, он собирал своих деток, детки, поужинаем вместе. Один сидит, смотрит на второго. Я представляю, Давид, он же знает, он же чувствует, детки мои. И внутри его это все, внутри переворачивалось, и он не мог справиться. В конце концов, один из сыновей убивает второго его, сына. страдания души я просто пытаюсь увидеть. Потом однажды начинают злословить Давида сильней, говорить о нем плохим. И Бог, и один из его полководцев говорит, давай мы сейчас и все. Он говорит, не, не надо. Я знаю. Я знаю, почему вот тот момент. оставьте. Оставьте, потому что я знаю, почему. В конечном итоге его сын восстает против него. Убийство его сына, Весолома. Столько страданий и горя в жизни человека. Остался один. Бог сказал, нехорошо быть человеком одному. Сегодня хочу сказать на основании Писания в первом Коринфянам написано в седьмой главе обращение ко всем женатым. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитвы и потом опять будьте вместе, чтобы не скушал вас сатана невоздержанием вашим. Не будь один, если ты женат. Если ты не женат, дорогой мой, пусть тебе поможет Господь справиться с вот этим чувством. От этого зависит, что будет происходить у тебя в жизни. Я думаю, все мы христиане, многие знают судьбы многих людей. и все могут кричать вместе со мной, всем неженатым людям. Храните себя в чистоте. Если ты остаешься один, и тебе приходит какое-то желание, ты что-то увидел в интернете, когда ты остаешься в телефоне один, порнография, это может разорвать тебя на куски. но если ты справишься с этим, Бог говорит, произведу от тебя царей, произведу от тебя благословенный род. Если ты справишься с этой страстью, я благословлю тебя. И это есть тест. через который нужно пройти каждому человеку. И этот тест не будет легкий. Этот тест будет тяжелый и большой. Но это один из тех ключевых моментов в жизни, который определяет и связывает тебя с твоим будущим. если мы как церковь, ты как христианин научишься распинать свою плоть со страстями и похотями, то воистину ты будешь благословенным человеком. Это не будет легко, но это возможно с Господом. Потому что Дух Святой дает силы, Он дает мудрость, Он дает понимание. Он есть сила твоя, помощник твой. Сегодня положи, как однажды Давид, после всего этого он сказал, завет заключил я с очами моими. Давид сказал, Иов сказал, да, поэтому я так усомнился, Иов сказал, заключил я, чтобы не помышлять мне девиц. Завет заключил с глазами, потому что вот эту страсть может запустить, активировать эти гормоны, может активировать то, на что ты смотришь. То, что ты видишь перед собою, может взорвать твою внутренность, если ты позволишь этому проникнуть в твою душу. Церковь, хочу сегодня призвать каждого из нас в день влюбленных сказать самому себе, сказать Господу, Господи, дай мне силы, дай мне силы. Это касается не только молодых, касается не только тех, которые не женаты, это касается абсолютно каждого человека и женатых людей, абсолютно всех нас, абсолютно всех. Потому что это испытание или с этой борьбой встречается абсолютно каждый человек на протяжении всей своей жизни, даже в годы старости. Это борьба, которую нужно побеждать. Может быть некоторые сидят думают, «Боже мой, неужели мне придется всю жизнь бороться?» Да, всю жизнь. Если только не хватит силы, ума распинать, жить семейной жизнью правильно, то этой борьбой будешь бороться всю жизнь. Поэтому сегодня хотелось бы в конце помолиться вместе, чтобы Господь помог нам, помог тебе, каждому из нас пройти обрезание, обрезание наших плотских желаний, страсти и похоти. Сказать, Господь, помоги мне, дай мне силы. И второе, это заключить завет со своими глазами, сказать, не помыслю, не посмотрю, Господь сохрани меня. Аминь, церковь. Давайте встанем для молитвы.